Здравствуйте, ребята! У нас с вами очередной урок и тема урока «Сколько нужно спать?». Надеюсь, как всегда, тетрадь для записи на этом уроке перед вами. Мы сегодня будем немного писать. Сегодня на уроке мы будем говорить о полноценном сне и вспомним, какие прилагательные мы относим к качественным, а какие к относительным. Узнаем о краткой форме качественных прилагательных. Будем совершенствовать своё умение употреблять прилагательные в речи. Давайте посмотрим, как употребляются слова, которые важны для нас на этом уроке. Как вы понимаете слово «полноценный»? Это значит хороший сон, полный. То есть сон, когда человек спит столько, сколько ему положено спать. У него сон крепкий, благодаря которому человек хорошо отдыхает. Поэтому и говорят «полноценный сон». А сейчас давайте посмотрим на слова, возможно, тоже новые для вас. Агрессивный, вялый, раздражительный. Подберём антонимы к этим словам. Это поможет понять, что обозначают слова. Агрессивный человек. Ещё можно сказать «злой». Антонимом будет слово «добрый». Иногда говорят «вялый цветок», но и о человеке тоже говорят «вялый». А противоположное значение имеет слово «бодрый». Если мы говорим о цветке, то мы можем сказать «свежий цветок». А если о человеке, то «бодрый», «энергичный». Раздражительный – это тоже о человеке, о его настроении. Раздражительный – значит «неспокойный», который сразу начинает нервничать, злиться. Противоположное по значению слова – «спокойный». Мы говорим «нераздражительный характер» или «спокойный характер». Он сегодня почему-то очень раздражительный, хотя обычно спокойный. Вы уже поняли, что все эти слова помогают нам сказать о том, в каком настроении человек, какое у него поведение. Посмотрите на фотографию. Что вы можете сказать об этих учениках? Предлагаю восстановить описание фотографии, используя слова, о которых мы только что говорили с вами. Прочитайте текст и включите в него слова, которые вы считаете нужными. Давайте проверим. Ученики бодрые, невялые. Они спокойные, смотрят с улыбкой. Они нераздражительные. И, конечно, нельзя сказать, что они агрессивные. Они добрые. Надеюсь, что и вы сегодня перед экраном с таким же хорошим настроением. И мы продолжаем работать. Я говорила в начале урока, что мы сегодня вспомним о качественных и относительных прилагательных. Сейчас мы это и сделаем. Мы уже говорили с вами, какие прилагательные относятся к качественным. Это те прилагательные, которые показывают признак лица или предмета по качеству, который может проявляться в большей или меньшей степени. Например, спокойный сон. Мой сон сегодня ночью был спокойнее, чем вчера. Мы видим, что прилагательное спокойный показывает признак, который может проявляться меньше или больше. А относительные прилагательные показывают признак через отношение к другому лицу или предмету. Например, школьное здание. Здание имеет отношение к школе. Здание, в котором находится школа. Итак, читаем предложение и находим качественные прилагательные. Их три. Выпишите их. Первое. Больные гриппом лежат в отдельной палате. Второе предложение. Крепкий сон помогает поддерживать здоровье человека. В школу я езжу на общественном транспорте. Мой друг сегодня вялый. Наверное, опять не выспался. Из-за плохого сна я сегодня раздражительный. Проверим, какие из числа выделенных качественные прилагательные. Вялый, крепкий, раздражительный. Итак, мы с вами вспомнили, какие слова мы относим к качественным прилагательным. Уточнили, в чем особенность их значений. Сегодня мы узнаем, что качественные прилагательные могут быть краткими. Как внук говорит о дедушке. Продолжение с краткими прилагательными. Звучат более уверенно. Вы заметили? В этом случае не поспоришь. Кстати, есть еще одна особенность. Краткие прилагательные помогают нам сказать, что в определенное время этот предмет или человек именно таков. Если в первом предложении мы говорим о здоровье болота вообще, то во втором предложении нам важно подчеркнуть, что именно сегодня болот не болеет, он здоров. Так что в речи эти прилагательные очень даже помогают. Прошу обратить внимание на следующие ситуации. Мальчик перед тем, как выйти из дома в школу, смотрит в зеркало. Предположим, что он думает. Я сегодня бодр, спокоен. Голова моя ясна. Уроки выучены. День будет удачен. А теперь перед зеркалом девочка. Что она думает? Я сегодня бодра, спокойно. Волосы аккуратны. Взгляд умен и выразителен. День будет удачен. Точно, с этими ребятами не поспоришь. В этом сила кратких прилагательных. А сейчас я прошу обратить внимание на то, что краткие прилагательные изменяются, как и полные, по родам и числам. В репликах, которые на экране, это хорошо видно. Я сегодня каков, бодр, спокоен. Это говорит мальчик. Я сегодня какова, бодра и спокойно. Волосы каковы, волосы аккуратны. За таких учеников можно порадоваться. Они сегодня хорошо выспались. И у них точно все получится. Надеюсь, что и у нас все получится. Возникает вопрос о том, как образуются краткие прилагательные. Смотрим на таблицу. Краткие прилагательные образуются от основы полной формы путем отбрасывания или изменения окончания. Форма мужского рода имеет нулевое окончание. То есть окончание полной формы отбрасывается. А у кратких прилагательных женского и среднего рода окончания частично сохраняются. Во множественном числе происходит то же самое. Есть еще одна особенность, которая важна для грамотного письма. Краткие прилагательные мужского рода, оканчивающиеся на шипящую, пишутся без мягкого знака на конце. Посмотрите на экран. Свежь, горячь, хорош. Все слова написаны без мягкого знака. Предлагаю подготовить тетради для записей. Запишите в тетрадь краткие формы данных прилагательных в мужском роде. Горячий, могучий, неуклюжий, певучий, хороший. А теперь проверим, как у нас получилось. Надеюсь, что все прилагательные вы написали без мягкого знака на конце. Я предлагаю вспомнить рисунки с мальчиком и девочкой, которые перед выходом из дома в школу стояли перед зеркалом. Я сказала, что они бодры и веселы, потому что хорошо поспали. Или мы можем сказать так, что у них был полноценный сон. И это так. Мы убедимся в этом. Я предлагаю поработать над текстом и восстановить предложение. Вы уже знаете, как подобную работу выполнять. Читайте предложение и проговаривайте слова в скобках в нужной форме. Готовы? Читаем. Готовы? 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 а теперь ребята давайте проверим сон это не бесполезная трата времени а очень важная часть нашей жизни он влияет на нашу трудоспособность и на наше здоровье здоровый сон восстанавливает наши жизненные силы если у человека сон был крепок и глубок то он может в течение дня справиться с любыми трудностями известно что подростки часто не высыпаются они спят примерно 7 8 часов хотя их ночной сон должен длиться около 9 часов только в этом случае будет полноценный сон причине недосыпания много вот три из них внимательно читаем текст причины недосыпания первое позднее засыпание вместо 9 10 часов подростки ложатся спать в 11 в 12 часов ночи ни мамины уговоры ни папины требования не могут заставить их лечь раньше вторая ранние уроки первый урок обычно начинается в школах в 7 30 или 8 00 если школа далеко от дома и нужно ехать на общественном транспорте то подросток встает очень рано и не высыпается 3 подростковые дела он ходит на дополнительные занятия выполнять домашние задания занимается спортом общается с друзьями сидит за компьютером помогает по дому на все это нужно время где его взять у сна вы услышали три причины а сейчас посмотрите на экран какой причине нет рисунка верно к третьей причине подростковые дела рисунка нет дела у всех разные предлагаю найти три ваши личные причины которые мешают вам высыпаться и написать об этом надеюсь что прилагательные помогут вам это и будет ваша самостоятельная работа над темой урока и мы продолжаем сейчас говорить о сне у нас вопрос к чему приводит недостаток сна прослушайте текст неполноценный сон слушаем внимательно неполноценный сон если подросток не выспался то он быстро устает становится вялым невнимательным раздражительным если подросток плохо спал то ему трудно общаться с друзьями он становится агрессивным если подросток не выспался то ему трудно участвовать в работе на уроках многие предметы для него становятся трудными неинтересными если подросток не выспался его иммунитет слабый он чаще болеет вот что происходит из-за неполноценного сна и задание как можно утвердительно ответить по тексту используя краткие прилагательные например если подросток не выспался то он быстро устает становится вялым невнимательным раздражительным да он вял невнимателен раздражителен а теперь попробуйте самостоятельно если подросток плохо спал то ему трудно общаться с друзьями он становится агрессивным проверим если подросток плохо спал то ему трудно общаться с друзьями он становится агрессивным да он агрессивен следующее если подросток не выспался то ему трудно участвовать в работе на уроке многие предметы для него становятся трудными неинтересными проверим если подросток не выспался то ему трудно участвовать в работе на уроке многие предметы для него становятся трудными неинтересными да предметы для него трудны и неинтересны еще одна картинка если подросток не выспался его иммунитет слабый он чаще болеет проверим если подросток не выспался его иммунитет слабый он чаще болеет да его иммунитет слаб а что нужно сделать чтобы избежать всего этого все очень просто ложимся спать вовремя давайте представим как изменится наше поведение наше достижение если у нас будет полноценный сон смотрим на экран дополните предложение краткими прилагательными давайте проверим если подросток выспался то он весь день будет бодр проверим если подросток выспался то ему будет легко общаться с друзьями он будет спокоен и общителен проверим еще одно предложение если подросток высыпается то его иммунитет крепок он редко болеет но можно в этих же предложениях ребята использовать полные формы прилагательных например если подросток выспался то он весь день будет бодрый если подросток выспался то ему будет легко общаться с друзьями он будет спокойный и общительный если подросток высыпается то его иммунитет крепкий он редко болеет оба варианта правильные подумаем как продолжить работу самостоятельно ребята запишите три причины которые мешают вам хорошо спать решите что нужно сделать для того чтобы ваш сон был полноценным и запишите советы самому себе наш урок подходит концу подведем итоги мы сегодня говорили о полноценном сне а для этого обратили особое внимание на качественные прилагательные и краткую форму качественных прилагательных узнали как образуется краткая форма качественных прилагательных и как пишутся краткие прилагательные активно использовали качественные прилагательные в общении ребята я уверена что и этот урок был интересен для вас что вы узнали не только что-то новое о русском языке, но и что-то полезное для вашего здоровья. До новых встреч!